Ну хорошо, давайте все-таки вернемся вот к этой замечательной задаче. Я потом, наверное, какую-то хорошую комбинаторику про это расскажу, но позже, не сегодня. Давайте я поставлю более сложный вопрос. Вероятность определена. Виноват. Фиксируем еще одно число. Это буква L. Ну давайте предполагать, что L не превосходит что-нибудь типа минус кафель. Я думаю, что этого хватит. Ну и еще какой-то параметр задачи. Вот так хочется. И задача такая. Давайте посчитаем вероятность того, вероятность того, что каждое множество m с индексом i из случайной совокупности m красивая, каждое множество м это из случайности m1, m2, ms, все, каждое множество м это из совокупности m красивая, пересекает, не пустым образом, пересекает множество от единицы до L. Вот какая вероятность. Это меня интересует. Что ж мы... Давайте я нарисую картинку. Ладно, это вероятность понятна. Я нарисую картинку. Так, картинка такая. Есть такая условная лоханка, обозначающая наше множество от единицы d. И в ней есть под лоханка, это под множество чисел от единицы d. Лоханка и под лоханка. Но у нас еще будут сортельки и под сортельки. То есть, перешел бы. Мы берем случайную совокупность, то есть, понятно, что знаменатель вероятности будет ровно такой, какой мы с вами написали. Один поделить на... Вот, не один поделить, а знаменатель будет стоять c, и c, и он пока повез. И весь вопрос в том, что стоит в числителе. То есть, по сути, нас интересует количество таких совокупностей, в которых каждое множество, каждое элемент этой совокупности, каждое множество мощности k не пустым образом пересекается вот с этим, с под лоханкой. Вот, надо, чтобы и m1 каким-то цепляло, а вот этот, например, m2, из двух кусочков состоящих, тоже хотя бы каким-то кусочком цепляло вот эту под лоханку, и m3 цепляло под лоханку, и так далее. Вот, чтобы посчитать эту вероятность, нужно фактически найти количество совокупностей, которые состоят только из таких множеств. Но я довольно много подсказал, я думаю, что это можно придумать. Вот как-то так же надо рассуждать, как в предыдущем случае. Сначала надо понять, из чего будет браться цепляло, но потом почему. нас интересуют s элементные совокупности, k элементных множеств, причем каждая из этих k элементных множеств должна цеплять под лоханку. Хотя бы одним элементом. Наверное, надо из всех возможных комбинаций вычесть те, в которых нет l. То есть это будет n факториал минус n минус l. Сейчас, а почему факториал? Мы же выбираем k элементные подножки. А, да, а. Ну, это очень правильно, да, это очень близко, правда. Факториал почему-то странно вылез. У нас все время были cшки, вдруг вылез факториал. Что-то сочетание. c из 1 по l умножить на c из n минус l по k минус 1 плюс c из l по 2 можно и так, но это очень большая сумма. Я услышал, да, это правильно. Но вот это предложение было как раз лучше. Это k из n? c из n по k? Мне кажется, да, лучше взять просто c из n по k. Это... c из n минус l по k. Ну, вот так, да. И, ну, конечно, да, то есть c из n по k это количество всех вообще k элементов подножек. c из n минус l по k это количество тех подножек, которые вообще никак нацепляют лоханку, поэтому разница это и есть количество подножек, которые цепляют лоханку, которые пересекаются вот с этим и, да? Вот это разница. И вот теперь из множества таких подножек, из множества таких подножек, которые, как видно, имеют такую вот мощность, выбираем произвольный s и получаем собственно числитель этой вероятности. То есть в итоге ответ получается такой. c из c из n по k минус c из n минус l по k по s поделить на c из c из n по k по s. Ну, жуть какая-то совершенно запредельная. Понятно, что работать с этим трудно, но это вот такая вот вероятность. И с ней, в принципе, можно работать. Я об этом потом чуть-чуть, наверное, скажу. Когда-нибудь. Вот. И, кстати, видно, зачем было условие l не превосходит n минус k. Я просто хотел избавиться от случая, когда вот эта вот штука равняется нулю. Ну, то есть n минус l все-таки хотелось бы, чтобы было не меньше, чем k. Было из чего выбирать. Это не так, в принципе. в конце концов можно было бы оставить просто c из n по k и все хорошо. Это классическая вероятность. Вот немножко с ней подразорвались еще.